Сакральность. Внутри вас дороги, пути. Много неизведанного, того, чего вы сами не знаете. Скоро перед вами это раскроется. Вы раскроете то, что есть внутри, и вы даже не подозреваете об этом. Взгляните внутрь себя. Что вам нравится? Какие таланты вы хотите раскрыть? Что вам нравится в других людях? Это есть и в вас. Подумайте, если бы тот человек, который достиг успеха, вы восхищаетесь им, бросил на полпути, чего бы он добился и достиг, так же и касается вас. Ваша вера в себя приведет вас к величайшему успеху. Позвольте себе просто быть. Не нужно быть всем для всех, стараться всем угодить, соглашаться на все, что вам предложат, лишь бы быть хорошим. Вам этого не нужно. Возможно, вам нужен отдых. Возможно, вам нужно время для себя. Позвольте этому случиться. Позаботьтесь о себе. Возможно, вам нужно сказать «нет» для того, чтобы просто отдохнуть. Есть время для действий, а есть время позволить себе быть тем, кем вы есть. Просто для себя, а не для других. Хочу добавить от себя. Да, хотела уже говорить, но... Все, я поняла. Новые начинания. Ваш опыт, все то, что у вас вложено, оно в вас есть. Все опыты прошлых жизней, все, что было вами пережито, оно в вас есть. Оно называется силой предыдущих воплощений. Она может вам помочь в текущей реальности реализовать ваши таланты и способности. И «internal self», внутреннее, высшее «я». Оно у нас уже выходило. Можете посмотреть на предыдущий мой расклад. Ваши таланты, ваши способности, то, что было скрыто в вас, оно есть. Ваше внутреннее, высшее «я». В вас есть искра Создателя, которая горит внутри, которую нужно разжигать и создавать, созидать реальность. Вы – дети Бога. А это значит, у вас есть искра Творца. У вас есть таланты. У вас есть колоссальная сила. Которая вы можете использовать для того, чтобы осуществить свои мечты и воплотить все в свою реальность. Прошлое воплощение. Тот опыт, который накопился, он в вас. Те таланты. Вы можете их вытащить и сделать квинтэссенцию ваших способностей. И силы, которые вы наработали за много-много воплощений и жизней. В вас есть свет. Его нужно разжечь. И оно еще раз подтверждает то, что я хочу сейчас провести. Я готовлю для вас марафон вместе со мной. Что это будет? Посмотрите на экран. Ко мне приходило очень много подобных сообщений. Когда выходил вот этот расклад и вот эта карта. Сообщения заключали в себе такие слова. Помогите мне раскрыть себя, свои таланты, способности, как это делается. Высшее я. Все, что во мне вложено, как это сделать. Я чувствую, но не знаю, как это сделать. Я предлагаю вам пройти этот путь со мной. Что это будет? Мы подключим логику, аналитический подход, целеполагание, планирование и действия, конечно. Мой опыт, мои техники. Но и карты Таро и другие подсказки от высших сил никто не обменял. Вот такая гремучая смесь нас ждет. Всем, кому интересно, переходите в этот телеграм-канал. Там я расскажу более подробно, что это будет и о чем это. Объявлю стоимость участия. И вообще расскажу, о чем будет этот марафон. Как он вам поможет. Так, и я посмотрела еще одну карту пробуждения. Давайте я договорю, раз она вышла. Вот те, кто наслушал до конца, слушайте дальше. Вас ждет перерождение, как Феникс. Из пепла здесь пепел. Здесь после разрушения. На пепелище вы возрождаетесь и превращаетесь из пепла в новую версию себя. Ну и куда же без близнецового пламени или соединения двух душ? Никуда от этого не деться. Эти разрушения вели вас к осознанию, трансформации, к осознанности, к пониманию, как нужно вести себя с людьми и окружающими. Своей ценности и ценности окружающих, но не в угоду другим. И вот после такой трансформации вас ждет встреча. Субтитры создавал DimaTorzok